Привет, Станислав. Привет, Сергей. Давно не слышались. Да, слушай, я с тех пор завел моду носить белые рубашки, как ты, и я могу сказать, что это повышает конверсию в клиентов. Общаясь с человеком, производишь впечатление солидного парня, а не какого-то абсоса, каким я раньше сам себе оказался. Ты с темной стороны на белую перешел. Да, совершенно верно. Вот хочу тебя спросить, как твой инфобизнес поживает? Это нормально, в принципе, не жалуемся, идет. У нас же нет задачи поработить вселенную и заработать все деньги в мире, у нас задача работать с интересными людьми и получать удовольствие от процесса и результата. Слушай, я вот что хотел тебе позвонить-то, мы же с тобой договорились поговорить, я хотел немножко тему обсудить. У нас с теми получается такой разговор в стиле плохого и доброго полицейского, где ты выступаешь таким добрым, а я плохим. Я такой, как бы, со стороны своего скепсиса подхожу к вопросу, а ты меня развенчиваешь. Вот, я что хотел поговорить, я немножко ходил, думал про… вообще я довольно скептичный человек. Я со скепсисом отношусь к новым знакомству, к людям, к разным образовательным штукам, программам. Вот, и я, как я понял, знаешь, у вас с тобой разговоры, мой скепсис тебя смущает немножко. Ты считаешь, это мешает мне, так? Да я вообще не знаю, какая у тебя цель, может быть, ты счастлив и доволен жизнью. Я просто, наверное, говорил не конкретно о тебе, а о том, что скепсис, он, в принципе, если ты хочешь развиваться и двигаться дальше, он, конечно, нужен, но как бы такой здравый больше рационализм, но все-таки больше в позитив. То есть, если у тебя больше позитив, я просто изучал сейчас психологию последнюю неделю, чтобы докопаться до темы и понять, что же эти психологи вообще делают. И там, в общем, нарыл именно в перевисточниках многие вещи, много для себя тоже осознал, понял. И ключевое было, что есть как бы условно правильные действия, да, есть неправильные действия, условно их можно разделить на два столбика. И вот скептицизм, когда ты смотришь на мир с подвохом, ищешь, он, конечно, нормальный в плане того, что он тебе обеспечивает безопасность, но он не дает тебе вот это вот выйти за рамки. То есть, то, что учат на бизнес-тренингах. Я понял. Слушай, а где вот, как нащупать разницу? Ну, вот с одной стороны, очевидно, что скепсис и настороженное отношение к миру помогает, там, когда-то нам помогали выживать, наверное, тут они у нас укоренились. Вот я смотрю на человека часто, и вот он что-то предлагает мне, а я все время думаю, блин, а вдруг он меня пытается развести на бабки, что-то от меня хочет. У меня даже вообще не с тобой это прослеживалось, хотя мы друг друга довольно давно уже знаем. Я, ну, там много с тобой работали и работаем, все равно, когда ты, например, на какой-то мой вопрос начинаешь очень длинно, долго отвечать, очевидно, как бы вкладывая свои ресурсы в ответ, я все время думаю, что ты следующим сообщением скажешь, полезно было, а теперь поработай. Вот, нет у тебя такого чувства? Нет, я такого не жду, как бы это же вот, это и есть эти установки, что кто-то что-то делает только для того, чтобы вытащить из тебя последние деньги. Да, конечно, нет, то есть люди в целом, ну, как бы, которые двигаются вперед, они вот так устроены, они устроены по-другому, они не ищут выгоды постоянно, они ищут, как бы, кому побольше помочь, и это приносит плоды. То есть я, когда с кем-то общаюсь, разговариваю, мне же не сложно, если человек спрашивает, ну, там, совета, например, он бьется в дверь, а я уже это проходил, мне не нужно от него денег, просто я хочу ему помочь. И когда он вырастет, там, через какое-то время, либо будет добрую молву обо мне, другим людям по рекомендациям давать, либо сам уже вырастет, придет. То есть у меня абсолютно вот такой-такой подход. Я знаю, что деньги ко мне приходят, и вообще в целом тоже, опять же, вселенский закон так устроен, хотя я не верю, опять же, в эту всю эзотерику и энергию, но так получается. Практика подсказывает, чем больше отдаешь, тем, как бы, больше приходит, но не от того человека, которым ты отдаешь, а от другого. Так же и здесь, вот, если там наши видео кому-то будет интересно, да, я же не с тебя сейчас денег получу, или не ты, не с меня. Хотя, как знать. Да, кстати. Да, кто еще у кого-то заказывает, кто кому платит, между прочим. Да, это правда. Вот, а скорее всего, посмотрят люди, да, и может быть, даже не эти люди, которые посмотрят, а кому-то расскажут. То есть может быть, прийти польза совершенно с другой стороны, ну, вот так устроено. Как это работает, я не знаю, можно называть как угодно, там, энергия, эзотерика, вселенский закон, но то, что работает, это факт. Слушай, а ты почему-то говоришь, что это работа, ты измерял, ты правда эффективна, как это понять? Ну, знаешь, есть такая тема, как удача, как ты ее померяешь, ну, как ты сильно не померяешь, но вот всю же мою жизнь меня способствовала именно удача, ну, связанная с разными ситуациями, когда ты пытаешься что-то просчитать, но ты не можешь просчитать, мир слишком хаотичен, и в итоге ты можешь только настраиваться на положительную какую-то свою волну, и я вот очень сильно боялся, когда выходил, и помню этот момент с работы, самый такой основной, мне очень был большой страх, что вот у меня сейчас клиенты есть, но они же могут закончиться, у меня уже сотрудники есть. И вот сколько, я боялся, наверное, 5 лет, когда у меня была студия, а потом я подумал, да какого черта, зачем я боюсь? То есть ни разу в жизни не было, что у меня не было клиентов. И я понял, что просто надо делать там свою работу хорошо, и, значит, все будет отлично. И так оно и случилось. Ну, не знаю, как это объяснить. Слушай, вот про удачу интересный момент, но меня вот люди всегда смущают, которые на удачу как бы рассчитывают, что ли. Она должна, типа, она может быть, может нет. У тебя повезет, не повезет. Это как, знаешь, типа, считать, что ты долги раздашь, выиграв в лотерее. А может, не выиграешь, нифига. Долги раздашь? Какие долги? Ну, не знаю, вот просто ты говоришь, что ты считаешь, что вот тебе удача способствует в жизни, в работе, но удача это всегда какой-то случайный фактор. И когда ты говоришь, что ты рассчитываешь на удачу, ну, что, типа, тебе точно повезет в будущем. Мне кажется, что для меня такой маркер, что человек немножко... Ну, я не то, что рассчитываю, я знаю, что она будет. То есть я не могу это объяснить, но я знаю, что она будет. И я знаю, откуда она берется. Опять же, не только у себя, если ты почитаешь всякие там разные книги об успехе, все говорят об одном и том же. Ты будешь что-то делать, если ты делаешь, удача сопутствует тем, кто что-то делает. И не тем способом, который он планировал. И такое бывало, ну, со мной и со многим, я думаю, что и с тобой бывало, если ты вспомнишь. То есть ты что-то, например, думал делать или не делал, потом думаешь, да, возьму, сделаю. И тебе ожидает какой-то бонус, может быть, вообще неожиданный. И не в деньгах, может быть, и не в том, что ты планировал. А может быть, ты познакомился с кем-то случайно, выполняя какой-то проект. Или что-то узнал. Или какое-то было судьбоносное решение. У меня это постоянно бывает. То есть я вот даже записался там на какой-то курс. То есть сам как бы курс, ну, как бы я послушал и послушал. Ну, как бы сильно не важно. Но я попал в чат, и в чате познакомился с человеком, с которым у нас проект получился. Казалось бы, да, ну вот цена вопроса там была, ну, условно, там до 20 тысяч. Стоило это того? Ну да, как бы я купил уже многократно это, и плюс у меня знакомство и персональные вещи. Вот вопрос, как ты это можешь просчитать? Никак. Как ты можешь это объяснить? Никак. Я просто знаю, что такое случается. И откуда оно случается? Потому что я ищу именно позитив во всех моментах. А не думаю, а вот сейчас с меня инфо-цыган выцепил там 15 штук. Да, пожалуйста, ну, кость, мне не жалко, нормально. То есть вот так. Я понял. Слушай, у меня есть история забавная. Мне однажды написал в... Я же в Берлине, мне написал какой-то чувак, говорит, Сергей, пойдем кофе попьем. Я такой думаю, да не хочу, я не знаю, что это за человек, вообще первый раз его вижу. Я отказался. Он потом снова пишет, Серега, я завтра уезжаю, давай просто попьем кофе у дома в твоей ближайшей кофейне. Я думаю, ладно, хрен с тобой. Вышел из дома, попили кофе, какой-то парень с девушкой, и мне конверт протягивает. Я говорю, что за конверты? Он говорит, а там наш сотрудник, редактор, тебе письмо написал, бумажное прямо написал. Я открыл письмо, конверт там письмо, я читаю, он пишет, Сергей, спасибо, читаю там твой блог, хочу, чтобы ты был моим наставником. Я думаю, что за хрень? Ну ладно, написал, договорился, и в итоге я с этой компанией, этот парень работает в компании, я с этой компанией проработал два года, ни один миллион рублей с ней совместно заработал, и вот это все произошло случайно из-за какого-то встречи с неизвестным человеком в кафе. Ну вот, удача это или неудача? Вот, ну как, непонятно. С течением обстоятельств, давайте назовем это так. Кстати, ну это же всегда на чем-то основывается, на твоем предыдущем качествах, твоих опыте, работе. Да, но если у тебя будет суперопыт работы, ты будешь суперэксперт, но ты не будешь действовать, оно никак не сработает. Вопрос же не одно либо второе, то есть никто не говорит, что ты типа рассчитываешь только на удачу и сидишь на диване. Нет, ты делаешь то, что ты и так делаешь, плюс задействуешь дополнительные действия для удачи. Оно вместе только работает, конечно. Я понял. Слушай, а у тебя были какие-нибудь случаи, когда у тебя случайное какое-нибудь знакомство перерастало в какой-нибудь крупный контракт? Всегда. Я никогда ни разу не искал специально клиентов, да, вот таким способом. У меня все клиенты приходят именно вот случайно по контракту, по сарфанному радио, еще по каким-то случайным обстоятельствам. Очень странными способами, непрогнозируемыми. Но когда я даю, допустим, рекламу, ну где-нибудь, ну вот я пробовал даже, либо я с кем-то общаюсь, я всегда исхожу из позиции такой, что вдруг именно этот человек, именно этот контакт, это именно реклама, то есть то, что я сейчас делаю, это имеет смысл. Ну иначе зачем этим заниматься? Как имеет смысл, я не знаю. И тогда это дает мне возможность вкладываться в это максимально и, соответственно, ну я не думаю там, а вот не зря я сейчас время истратил или еще что-то. Нет, не зря, это было полезно. Слушай, такой вопрос, а вот у тебя, например, в работе, либо в обучении бывает такое, что ты тратишь на человек время, например, там общаешься с клиентом, понимаешь его потребность, оставляешь ему какое-нибудь там задание или начинаешь общение по дизайн-проекту, а человек, например, берет и сливается. Делать не обидно в таком моменте? Не бывает такого, потому что здесь то, что ты сказал, нарушена причинно-следственная связь, ну то есть порядок работы, ты нарушаешь порядок вещей, не надо с человеком начинать как бы работать, узнавать и все остальное, пока он не заплатил, ну иначе ты сильно рискуешь. Я понял. Зачем? Ну то есть, а как, а как, а как человек, ну ты, вот тебе пришел потенциальный клиент, он у тебя еще ничего не знает, за что он тебе деньги будет платить? Да, первый этап это познакомить. Но это платно у тебя? Нет, он может бесплатно в интернете со мной познакомиться, может продавцу моему позвонить, то есть, ну в любом случае, это же не бесплатное знакомство, не бесплатное. Со мной можно познакомиться, у меня есть консультация, 15 тысяч рублей заплати, то есть ты покажешь, что ты не халявщик. Потом эти 15 тысяч зачтутся, если ты готов работать. Если нет, то есть продавец, я ему плачу зарплату, ну это будет мне в себестоимость, продать тебе стоит денег, 3 тысячи рублей. Я готов инвестировать, ну если ты покажешь, что у тебя есть квартира. Я задаю ему вопросы, какая квартира, какой дом, и сам уже оцениваю, то есть стоит ли мне 3 тысячи рублей, допустим, на продавца тратить, самому 15 тысяч рублей инвестировать своих в то, чтобы общаться. Допустим, это премиум сегмент, я такой, окей, то есть я готов потратить время бесплатно. Ну как бесплатно, я сам себе 15 тысяч плачу. Либо клиент непонятный, еще сомневающийся, тогда лучше пусть он заплатит. Это уже риски ты оцениваешь, когда так делаешь. И бывает, что клиенты платят тебе за консультацию, чтобы рассказать про себя? Конечно, всегда, ну часто, да, достаточно. Ну если человеку нужна помощь, ну это не по дизайну, по дизайну нет, потому что у меня по дизайну много информации. Я говорю, посмотрите мой портфолио, если вам подходит, то мы вас готовы взять, приходите. Оплачивайте, приходите. Он такие, окей, оплачиваем, приходим. Ну если готовы, если не готовы, задавайте вопросы, я вам отвечу. То есть я по телефону, как бы человеку говорю, ну готов покупать, покупай. У меня не очень высокая цена, я не ставлю цену, чтобы мне приходилось общаться со всеми, но качество у меня высокое. То есть у меня качество гораздо выше стоимости в целом. То есть такие проекты, как у меня, они там больше, чуть ли не в два раза стоят. Вот кстати, по поводу цены еще хотелось немножко поговорить. Мы с тобой недавно коротенько обсуждали пост моего знакомого Никиты. Он писал про то, что многие люди гемпингуют ценами, и это нужно, это неправильно делать. Лучше повышать цену, повысить цену в два раза, сразу рынок будет в два раза больше, клиенты будут покруче, посолиднее. У тебя вот это так? Ну это зависит от стратегии, как я тебе уже писал, а кто не в курсе, там история была такая, что один человек советует всем повышать цену. Так нельзя делать, потому что это совет, как по интернету у врача спрашивать, какие пилюли мне пить. Ну очень сильно индивидуально, хоть у тебя могут показатели все одинаковые, нельзя, это общий совет. Вот такие советы очень, ну как бы вредны, ну в целом люди сами могут следовать и обжигаться, как хотят. Стратегия в общем целом верная, да, цену надо повышать. Есть ли у тебя такая стратегия, если ты, как бы у тебя основной этот бизнес. Если у тебя есть, допустим, ну представь, ты книгу продаешь, а в книге ты продаешь не книгу же, да, то есть она у тебя может в себестоимость, либо даже в минус уходить. Но в книге ты продаешь идею, что ты нормальный парень, и у тебя можно заказать. Таким образом, ты можешь сам даже доплачивать людям, чтобы они читали твою книгу. Это же логично. Вот, соответственно, нужно понять, о каком продукте он говорит. Он же не уточняет, на какой продукт стоит повышать. Если бы он сказал, что да, стоит повышать на окончательный продукт, на финальный, тогда да. А если это продукт книга, либо это дизайн, вот в моем случае дизайн это не окончательный продукт, это как бы плата за вход. Поэтому мне неразумно повышать стоимость, мне гораздо выше стоимость. Мне выгоднее взять человека по меньшей стоимости, но больше воронку сделать. Таким образом, я могу большее количество людей включить эту воронку и могу попросить их заплатить мне деньги, вместо того, чтобы самим маму ко всем ездить. У меня такая стратегия. Это мне дает возможность не нанимать продавцов, ну и так далее. Там инфраструктуру, то есть ты же строишь инфраструктуру подо все, чтобы самому не делать. У меня есть возможность ее не строить. То есть это ты не ревелируешь ценой и временем. То есть это все не просто так это просчитывается. То есть, например, в твоем случае, если бы ты, например, завтра поднял бы цену в два раза и не стал бы работать только с VIP-клиентами, ты больше не заработал бы. Да, есть вероятность, что если бы я не стал запускать рекламу, а я ее сейчас не запускаю, ну как бы это требуется время и перестройку моей студии. То есть мне пришлось бы перестроить весь свой отдел. То есть, соответственно, мне нужно было бы новую инструкцию, инструменты, новых людей. Ну, перестроить студию. То есть это будет другая новая студия. И во всех случаях я рекомендую не менять что-то, что уже работает, а оставить как есть, либо продать это кому-то и строить заново. То есть построить заново всегда выгоднее, чем менять что-то. Ну, ты сам понимаешь, да, то есть те, кто пришел что-то там, не знаю, писать, например, да, тебе иногда выгоднее заново написать, чем разбираться. Ну вот, так же везде и в ремонте, и в рекламе, и в бизнесе, везде лучше, если ты понимаешь, тебе проще заново построить. Так же и здесь. Не надо, в принципе, менять, если тема рабочая, надо сделать новое. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, мне интересно просто для себя, а вот по опыту твоего общения с клиентами, вот у тебя клиент, клиент, как я понимаю, такой среднего самого сегмента. Ну, бизнес уровня, да. Бизнес уровня, да. А с ними проще работать, чем, например, с випами? Да, проще. Они приходят и работают по системе. Они не знают, как надо, и если… Они верят, доверяют и хотят работать по технологии. То есть мне не приходится тратить силы личные на объяснение им, почему так, почему так надо. С випами очень часто у них свое видение какое-то, и они, в принципе, випы, они имеют на это право, они платят достаточно, и объекты у них интересны, и ты должен, как бы, с ними уже более плотно работать. То есть вот с випами там выезжать надо, например, лично. Да, это интересно, это классно, но это требует личного времени. Я за то, чтобы брать одного-двух випов в год там, например, ввести, а остальные, ну, то есть основные, чтобы команде передавать. Угу, я понял. Хорошо, этот интересный момент был. А вот еще такой вопрос. Смотри, у тебя есть довольно успешный дизайн-сту. Я не знаю, сколько он успешный, по твоим словам, я тебе доверяю в этом. Ну, ты можешь портфолио посмотреть и оценить, это же можно глазам доверить. То есть они же не просто так берутся. Ну, да, но тоже видишь, как оценить-то. Я не специалист в дизайне, ну, то есть там картинки нет. А как ты оцениваешь, успешно или неуспешно? По каким показателям? Ну, я бы, например, если бы речь про дизайн, я бы смотрел, например, как-то на крутость объекта. Вот, к примеру, ты там сделал особняк на остоженке, я такой, ого, значит, Станислав прошел фильтр какого-то крутого человека, богатого. Эти люди не просто, они не лыком шиты, они какого-нибудь лохопеда не возьмут дизайн делать. Интересно. Я такой, типа, значит, объект солидный, значит, хороший человек. Это нормальный фильтр, да, но он не единственный. То есть очень много разных других фильтров есть. Но вот у тебя такой, окей, особняк у меня есть. Хорошо. Ну вот, и у тебя есть успешная студия дизайна, предположим. Поэтому ты еще преподаешь. Это довольно распространенная сейчас вещь. Как мне кажется, многие ударились в образование. Вообще есть тренд обучаться. Может, потому что людям скучно стало, в том числе им хочется чего-то нового учиться. Вот, и я часто наблюдаю такое в разных сферах. Например, вот в сфере дизайна сайтов. Когда есть какая-нибудь студия, она вдруг открывает какую-нибудь школу, школу дизайна при себе. И постепенно студия сама как бы сжимается, а школа расширяется. И постепенно уже как бы самой студии не видно, проектов она особо-то вроде как и не делает уже, но преподает активно. Вот здесь кажется все время мне, что когда компания уходит, по сути, с проектов преподавания, она потихонечку теряет какое-то знание, как рынок устроен. Вот ты по этому поводу чего и думаешь? Я думаю, что практика должна быть обязательно. Как только действительно ты уходишь, ты уже не в теме, ну не в тренде, да, через год, через два ты уже не понимаешь, что происходит. Да, естественно, преподавать должен практик. Это почему я не люблю там всякие вузы, да, где там сидят преподаватели. Ну, вообще, кто они? Ну, я книжку почитаю, спасибо про историю стилей. Ты, ну, расскажи, как в практике работает. Они никто ничего не знает. Ну, то есть, многие, давай, не никто ничего, многие из тех, кто там, кого я лично знаю, видел, они не практики. Вот, поэтому учиться надо у практиков, естественно. И я только за то, чтобы практики делали свои обучающие курсы, но делали это правильно, системно. Не просто сейчас вам ведущий специалист расскажет что-нибудь, и он приходит, начинает отравить байкой историю жизни. Ну, то есть, это прикольно, интересно, но это не обучение. Обучение тоже профессия, ну, то есть, как обучать, надо сделать методологию, и по методологии это уже другой человек, это преподаватель делает. То есть, это надо делать профессионально, как и всему есть подход. А у нас каждый манит себя дизайнером, каждый манит себя писателем, каждый манит себя преподавателем, хотя это не так. Есть на все технологии. Если это делается профессионально, я только за. А если это делается уже без привязки к реальности, то это нехорошо. Ну, то есть, как бы менее востребовано будет, мне кажется. У меня все время такая дилемма, дихотомия. С одной стороны, я хочу работать с профи, с человеком, который много работает руками, знает свой отрасль. С другой стороны, этот человек не учит, потому что ему некогда, он от работы занят. Потом есть какая-нибудь школа крутая, там, например, дизайн, я хотел бы дизайн выучиться, программирование. Там крутые преподаватели, все хорошо, но что ты смотришь, думаешь, а кто эти, почему они учат, насколько они вообще крутые, профессиональные, непонятно. Вот как выбирать между ними? Да, сложно. Ну, как бы я выбирал. Ну, скажу, что я оптимальный вариант, конечно, ну, то есть, в целом. Но таких, как я, мало. И я бы искал таких, как я. Что включает? Ну, это не чтобы похвастаться, это как бы по факту получается. Что я сам практик, я сам умею работать руками. То есть, если нужно, я возьму 3D Max, там, Photoshop, AutoCAD и общение с клиентами. Я все этапы знаю и умею делать. Это первое. Ну, как бы это просто, это многие делают. Второе, я могу разложить всю составляющую на этапы. То есть, я знаю, где заканчивается один, второй, третий. И разделил эти темы на навыки. Я к чему это говорю? Не чтобы похвастаться, чтобы ты задавал вопросы. А какие части у вас есть? Ну, то есть, методолог поработал или нет? Дальше, кто сделал курс? Курс делал сам преподаватель, то есть, он сам является методологом. Это хорошо. У него, значит, мозг работает системно. Но часто методолог отдельно, а преподаватель отдельно. То есть, методолог делает программу. Представь, учебник тебе надо написать. Он тебе разделы сделал, а наполнение разделов должен сделать человек. Чтобы он сделал каждый раздел правильно, качественно, чтобы у него были там ответы, вопросы, теория, практика и так далее. История из жизни, чтобы повеселее было тоже надо. Ему нужно по определенной структуре. Как мы с тобой книгу пишем, структура должна быть. Вот. Эту структуру, как бы, методолог уже не сильно понимает, потому что он не в теме дизайна. А дизайнер, короче, тут должен был либо дизайнер быть методологом немножко, либо методолог должен глубоко погрузиться в дизайн, чтобы сделать хорошую программу. Вот. Поэтому это сочетание очень сложно, потому что, ну, если мы говорим про обучение, там очень часто важно продать. То есть, человек продает, окей, продажи есть, там как-нибудь разберемся. Решим со студентом. К каждому студенту особый подход, ставятся кураторы и вот, как бы, с ними работают. Ну, вот, в принципе, оно так устроено. А дальше уже, как повезет, не повезет, ты можешь попасть как к очень крутому спецу, так и к не очень. Ты можешь попасть вот по твоим категориям, я тебя спросил, по каким категориям ты оцениваешь качество студии. Ты говоришь, вот по тому, что крутому дизайнеру сделал. У тебя своя система оценки. Также и система потребления информации. Кто-то аудио слушает, касты, кто-то тексты смотрит, кто-то кому-то показать надо, с кем-то посидеть надо, кому-то сделать надо. Если ты попадешь по своему психотипу воспринятия информации к такому же преподавателю, вы будете на одной волне. Не попадешь ни на одной. Вот, поэтому такая вот тема. Я понял. Выбрать сложно, да, но как бы, а как и дело. Ну, можно не выбирать, но можно рисковать. Можно ошибиться, тоже можно. Ну, никто не гарантирует. Слушай, и вот еще такой вопрос. Сейчас очень популярно среди моих знакомых пытаться найти какого-то ментора. Все хотят очень известного человека из отрасли и к нему ученики напроситься. Жаловаться, как все их обижают и просить совет. Нормально, я только за. А вот, слушай, как, ну, то есть, ну, проблема, например, вот среди моих знакомых, они говорят, хочу ментора, хочу вот программиста, хочу технического директора из Apple, чтобы он меня наставлял на путь. Показывал, чего изучить, как быть. Но как этого человека заинтересовать, они не знают. Заплатить. Ну, типа, ну, а как, а в чем его мотивация за деньги, или как, как вот? Ну, во-первых, известный человек, ему интересно поделиться знаниями, то есть, это уже хорошо. А то, что ты заплатишь, ему не сами деньги важны, а то, что ты будешь вкладываться в энергию свою. Потому что самая большая проблема у менторов и всех остальных, что к тебе придут халявщики, ну, как бы, подкачаются к тебе, вытащат все знания и ничего не дадут взамен. И даже, ладно бы это, это фигня. Они ничего делать не будут. То есть, ты вкладываешь энергию, и она пропадает в никуда. То есть, это преступный, получается, обмен энергии криминальный, да, он должен быть. То есть, ты платишь не для того, чтобы он денег заработал, а чтобы энергия была равноценной обмен. И он понимает, что ты не сольешься, и ты понимаешь, что ты, как бы, серьезно настроен. Поэтому самое простое – заплатить. И не в количестве денег, а примерно так, что, типа, ну, я хочу, чтобы вот то-то, то-то, да, я готов вкладываться, делать то, что вы говорите, там, давать результаты, вот такие-то у меня есть способности, вот так-то я могу помочь, и готов платить. Да, много пока не могу, я могу откладывать только, не знаю, пять тысяч в неделю, или, там, пять тысяч за раз, или тысячу, или, там, сколько можешь. Говоришь, вот пока так. В дальнейшем, как бы, возможно, больше, да, то есть, я хочу научиться, я реально заинтересован. Вот это мотивирует, ну, как бы, человека взять тебя. Показ, реальный показ, что ты готов работать, и его знания, которые ты передашь ему, они не пойдут впустую. Я понял. Не сложно. А если тебе такой напишут, ты согласишься? Ну, почему нет? Ну, во-первых, что нужно будет делать, как надо будет делать. Если человек предложит мне работу, ну, да, если он скажет, я умею, я скажу, окей, я готов тебе давать знания, спрашиваю, что ты хочешь. Он говорит, я, допустим, начинающий копирайтер. В принципе, я сейчас так и делаю. Я говорю, окей, ты будешь начинающий копирайтер, я буду с тобой работать, в процессе работы со мной ты будешь писать мои мысли, тексты, я тебе буду помогать с твоей профессиональной темой, потому что я знаю по копирайтеру, ну, немножко в этом понимаем, и буду с продажами тебе помогать, если ты продажи хочешь, либо там студию построить, если ты студию. То есть давай совмещать приятный с полезным. Ты мне как бы тексты и включенность, а я тебе как бы комментарии. Ну, можно так, да. Прикольно. Ну, тут человек должен быть готов принимать, у нас же, знаешь, у нас много психологических проблем у людей, он не готов исправлять, не готов менять, не готов слушать, ну, ему кажется, что он очень круто написал, допустим, что-то, да, или сделал дизайн, а там ошибок. А я еще, как бы, ну, то есть, короче, очень аккуратно объяснить, чтобы не обидеть человека, это стоит ресурсов. Вот, ну, как бы, это работа преподавателя как раз, очень аккуратно объяснить, чтобы человек понял, ну, то есть, пять раз объяснить, десять, это за что вот платят, как бы, на обучение, чтобы тебе объяснили, и ты не обиделся. То есть, с очень аккуратной и вниманием относящейся к твоему внутреннему миру преподавателя, как бы, ты за это платишь, ну, как тренер, да, то есть, он тебе, как бы, а я так не буду делать, то есть, я скажу прямо как есть, ну, типа, фигня переделает, ну, и скажу то-то-то, конкретно скажу без участия во внутреннем мире. потому что ну ты не заплатил за это ну то есть могу ли я так делать да но это очень дорого и мне это не хочется это не моя позиция главное то есть у меня как бы очень внимательное отношение к людям находится с моей стороны ну как бы нет не сами сильная моя сторона просто чтобы мне внимательно относиться к людям мне нужно делать над собой усилия ну соответственно стоит денег то есть система жили я встроенная а вот внимательное отношение и чтобы никого не обидеть мне кажется в принципе обижаться бессмысленно ну то есть у меня так мозг устроен но я понимаю людей которые обижаются почему они это делают вот но чтобы у меня себя перестроить туда мне тяжело ну кусть требует энергии понимаешь вот слушай как твой многолетний клиент нет ты ты мой клиент и многолетний исполнитель я еще могу сказать что а в целом я редко встречал настолько спокойных людей иногда бывало в нашей работе когда я например часть работы мы несколько раз переделываем потому что я там не понимаю либо забиваю либо решаю что нужно по-другому сделать ты всегда очень аккуратно последовательно снова объясняешь почему это важно это редко встречается то есть такой говорит что работа с людьми не твой сильный нифига себе ты просто не видел других клиентов но окей я просто тебя верю ты сильный профессионал и серьезный эксперт поэтому с тобой работаем это ну это я никого просто специально не хвалю мы сейчас говорим о человеке который в принципе еще не достиг еще ты хочешь научиться у меня то есть вот на того я не буду тратить как бы здесь а здесь вот я как бы инвестирую в тебя тоже свою энергию до чтобы мне кажется так ты будешь лучше делать работу и в принципе это хорошо если я вежливость рассчитаны вежливость на таком расчете до типа держась как инвестиция или нет но если я у тебя уже заказываю да то есть я уже плачу деньги я уже вкладываюсь да соответственно я хочу чтобы мои инвестиции были защищены с прагматической точки зрения с точки зрения отдавания там допустим я вижу что ты стараешься соответственно ты оправдываешь ожидания мне опять хочется вкладываться там с точки зрения ну с любой точки зрения там посмотреть безопасности там да тоже что есть шанс что ты там не забьешь вообще и не пропадешь на то есть как многие фрилансеры ну типа скажешь слушай что-то все тоже надоело и вообще у меня настроение пропало вот то есть со всех сторон получается это выгодно вот и поэтому так происходит я понял но это не манипуляция потому что никогда не говорю то есть у меня одна из основных показателей честность то есть я никогда не буду в угоду там не знаю денег отношений еще чего-то говорить неправду то есть ну скажу как есть если кем-то восторгаюсь я так скажу что ты молодец если где-то накосячил так скажу ну как бы извинила могу мягко могу не мягко но никогда не буду специально делать что дополнительно какие очки себе взять это тоже видишь важная позиция мы часто вы говорим а я всеми вопроса вас такой недоверчивой точки зрения мол тип ты вежлива не потому что ты в принципе вежлива по жизни почти выгодно это ну как вот и собаку не бьешь не потому что животных любишь а просто начали кусать тебя будет вот на тебя все равно не доверяю видишь на каком-то по сознательном уровне но мы можем исправлять и если хочешь ли тебе это ценно слышать сложный вопрос это наверно как глубинное свойство да она правится я сейчас вот последнюю неделю я изучал психологию скоро я выпущу как раз свое понимание вот этого психологической все темы в целом все достаточно просто у тебя есть цели рассказать кратко да да конечно у тебя есть у каждого человека есть некие ценности их два типа ценности общественная ну то есть то что он хочет вообще там к счастью к миру ко всему и ценности личные то что он для себя уже хочет и когда они не совпадают общественные и личные ну как бы происходит как ну конфликт твоя задача чтобы добиться счастья чтобы тебя общественные личные совпадали как добиться ну достаточно просто то есть ты понимаешь себя то есть первое это понять какие ценности и дальше попытаться уравнять их и тебе уравнять помешают некоторые вещи это установки и страхи во всех у нас есть установки которые ну просто вот мы навязаны обществом может быть так и страхи да как это то что вот мы чего боимся и и установки и страхи они все прорабатываются они все описаны уже психологами и ты можешь прийти просто психологу и дать ему тоже ты можешь сам себя диагностировать и сказать слушай у меня короче психолог уважаемый а вот тебе 3000 рублей мне нужно исправить недоверие к людям второй момент мне нужно исправить там не за негативный подход к чему-то там что я вот жду подстава третий мне надо от жадности избавиться еще чего то не знаю неважно ты можешь прям к нему прийти стезе мне так понравилось прикольно и ты когда видишь этот столбик ты видишь тебя столбик с одной стороны получается слева у тебя как поступают люди как бы ну условно неудачники и люди которые добиваются успеха причем успех может быть у каждого разной у кого-то успех это власть у кого-то деньги у кого-то там отношению кого-то путешествие ты сам себе ставишь мирил успеху но твои отношения к жизни с собой с миром они тебя привозят к успеху только в том случае если у тебя из левого столбика все переходит в правой то есть такая математическая задача вот мне это было очень прикольно ну как бы как структурное мышление и но вот так она работает и в левом столбике находится раз недоверие к миру ты такой окей я миру не доверяю да не доверяю и жду подвоха да чем это грозит это грозит тем что я счастье не добуду так может быть мне стоит задуматься что я делаю что то не так если везде во всех книжках материалах тренингах везде люди твердят что надо так но может быть я что-то делаю не так так может быть если может быть тогда что дело не так там есть ряд вопросов ты себе задаешь понимаешь и в какой-то момент начинаешь действовать ну так а потом о точно прикольно получаешь подтверждение вот такие как ты сегодня говорил со встречей да то есть тебе мир подкидывает подтверждение что теперь ну как бы лучше стало и ты находишь это подтверждение записываешь все у тебя мозг это считывает и он перестраивает его внутреннюю программу с недоверия на позитив то есть изначально что мы как бы можем находиться в любой позиции вопрос хочет и развиваться или нет но вот так работает если примерно понятно а у тебя удалось самому что-то себе изменить такой концепции но пока нет я только вот на той неделе как бы вытащил выписал вот но в целом мне очень сильно помогло раньше когда я понял что ну да я ходил на тренинги разные ходил на конференции я могу чего учился то есть это вот главное было открытие что надо учиться первое очень ну так я что буду банальные вещи говорить они по всех книгах написано смысл не в том что они как бы в книг написано что делать надо с открытой позиции пришел на тренинг как будто убери критическое мышление просто убери да она полезна в жизни но на тренинге она не полезна потому что задача тренинга вытащить тебя в другую ситуацию доверься этим людям все ты делаешь то что они говорят и вдруг у тебя происходит осознание вот и все в принципе вот я ходил на несколько тренингов разных и такой понял прикольно работает так можно же и дальше можно другие темы фиксить и так потихонечку стал фиксить все ну и вот пришел к его к тому что в принципе счастлив жизни я понял это технология но самое главное понять что да я буду этим заниматься слушай это интересно самом деле мне нравится понравилось твой совет что приходить учиться с открытой головой типа ну раз ты заплатил деньги но посидит спокойно не дать дело что тебе говорят если не понравится ты так он скажет они это разводила но я как как минимум сделал все что надо было все окей но если ты сделал если ты знаешь бывает как приходят люди там на обучение куда-нибудь доделают не все все не то и делают не как его хочет говорить нет это не работает вот технология не работает наверно меня обманули что-то делал ну ничего не делал и вот эти способы мне не нравятся продавать я не люблю значит общаться с людьми не люблю но что что думал ты заплатил 10 тысяч с миллиона пойдут ну то есть я да это за вам слушай это классный совет я не похожий слышал как давно не он не очень по предал ему значение есть такой же не рутюнов дизайнер известный он тоже говорит что часто дизайнеры вместо вот даешь задачу человеку скажешь сделай вот так человек начинается вы спорить и он год я даю 7 совет просто возьми сделай потом вот типа как как в армии приказы обсуждаются после их исполнения не поисполни не получилось будем обсуждать от даже не попробовал кстати мне резонировал очень близко похоже то что говоришь и у меня на сегодня наверное тебе последний вопрос остался ты много говоришь про то что ты учишься учишь читаешь книжки расскажи как у тебя построена система где ты все находишь как-то отбираешь литературу как ты понимаешь что перед тобой нормально или ненормально слушай как ни странно первоисточника википедии вот я реально изучил ценности по википедии ты прям забиваешь туда там есть прям что такое цену сначала ты исходишь от определения что тебе надо изучить так ценности что такое ценность на всех тренинг говорят про ценности что это такое но везде люди там блогеры все остальные ну мало чего понимают они говорят как с помощью ценности продавать и начинает вот что что такое где определение дай-ка забью просто забиваешь в интернете ценности и там тебя выходит что еще ницше придумала там потребности из потребности исходят ценности как ценности с потребностями соединяются как это все на психологию ложится на психотипы такой окей это занимает у тебя но там три часа чтения то есть за день я все понял и так окей раскидал это все по майн карте а теперь что с этим делать теперь задача следующая придумать как эту историю прицепить продажам у меня была такая задача как продавать ну я знаю у меня есть уже другая отсортированная тема фундамент продаж соответственно не нужно было оттуда вытащить добавочку фундамент продаж более того фундаменте продаж у меня уже было философия такое понятие и идеология то есть это уже было это принципе есть ценности двух типов которые они описывают просто я описывал то другими словами ну тоже на из какой-то книги взял уже не суть суть в том что то что я использовал своих тренингах она была как бы она была прожита сделана но она была все равно не полно то есть кто-то где-то кому-то где-то чего-то пересказал а потом я как-то это это пересказанная применил и уже дальше там стал свои технологии использовать но прикол в том что когда я углубился там переисточник и в детализацию я оттуда выписал гораздо больше там в раза в три больше полезностей на чем было до этого и просто дополнил свою систему то есть у тебя должны возвращаясь к тому как изучаешь у тебя есть некая система вот у меня есть система на всеми на 77 почему так потому что это принцип изучения информации то есть ты не больше семи вещей 7 категорий делаешь и по этим категориям ты можешь еще по 7 элементов распаковать тогда ты можешь запомнить что угодно у тебя мозг так устроен что он запомнит в любой последовательность детализации в уложенной папке и моя задача просто разложить это эти темы любую информацию она раскладывается по этим всем семи элементам и этому же я учу то есть продажи этот 3 3 4 часть льды это третья часть продажи 4 сложный сильный продукт это там 5 система 6 1 это путь как раз и самоопределение то есть я уже это в голове помню и просто их насыщаю детализации то есть просто так книги бесполезно читать потому что будет куча мусора а тебе нужно именно мы кучу мусора по системе расклада и сначала ты надо систему сделать понятную тебе либо взять какую-то готовую слушай очень классная система я с тобой действительно согласен если не системно чему-то учишься то то получается не структурированный объем знаний которые ты не можешь применить он просто забывается через два месяца да и ты такой о где ты это читал ok читала применить ты смог нет не смог не применил почему потому что не знаешь как применять у тебя знание не равно как бы применение и у тебя таких знаний полная голова где знаешь какой положительный момент еще есть я вот очень люблю работать с людьми у которых много очень знаний это могут быть дизайнеры которые где-то учились но а их и не научили самое главное применять это могут быть там люди как бизнесмены которых очень сходили на все курсы прочитали все книги они все знают у них не получается сделать и я вот даю вот этот щелчок что я даю я даю мы просто систему координату по которой они могут все знания которые у них применить в жизнь то есть вот этот переход и они думают что нифига себе какое обучение почему я там учился 10 лет а тут типа за месяц я все понял я не даю всю базу десятилетнюю я им даю те знания которые у них есть как это применить системе для того что применить также с ценностями сейчас то есть не надо быть психологом 10 лет учиться психологии всему остальному чтобы применить всю базу все наработки психологии в твоей работе тебе достаточно полдня будет посидеть с моей темы посмотреть и потом применить это к себе к продажам и к сотрудникам то есть вот система решает вот это вот я на листовку высокую высокую делу мне она помогает это классно и я правильно понимаю что любой твой запрос на собственное обучение происходит это сознание некого белого пятна который да 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 все верно я их постепенно заполняем как раз а вот такой вопрос ведь эти все белые пятна если может такой круг представить и вот это круг твоего знаний внутри немецкие ты белые пятна которые ты заполняешь а как этот круг знания прямо расширять ну то есть ты вот например заходишь в новую область для себя в копирайтинг там вообще с чего начать копать смотри копирайтинг это вторая зона во первых его расширять не надо там всего семь позиций туда всех у все включено и восьмая есть условно это личная эффективность это как бы вот с головой поработать с психологом я его даже как бы но не не использую то есть реально тебя 7 навыков есть которые надо развивать дополнительно не нужно второй навык но это профессия продукт это только то что тебе нужно как раз таки изучить заново то есть если у тебя есть навыки по всему остальному кругу где есть понимание куда ты идешь как ты идешь кто ты значит как ты продаешь умение общаться умение строить систему если я построил систему в дизайне мне не хватает не опять эти все семь навыков а только один мне нужно копирайтинг соответственно я что сделаю я либо пойду книгу почитаю по копирайтингу лучше я схожу на курс по копирайтингу еще лучше сам книгу напишу или там продающие тексты и совсем хорошо если я найду кого-нибудь и попрошу быть его ментором за любые деньги чтобы мне побыстрее это сделать и тогда я смогу взять его знание систематизировать так как у меня есть этот навык и смогу быстро продать потому что у меня есть навыки построения системы команды всех остальных таким образом если ты умеешь системно это делать ты можешь легко создавать студию дизайна комплектации копирайтинга заходит художественной студии все все что угодно где ты знаешь технологию ты берешь преподавателя расписываешь технологию по этапам ты знаешь методологом эта профессия тоже на самом деле методолог тоже и продавец тоже профессии то есть каждая профессия она у тебя во второй круг уходит а все остальное ты вокруг него инфраструктуру строишь который уже готова и более того ты можешь это готовы делать чужими руками камень менеджеров вот тут такая концепция создания слушает звучит очень круто нравится она и работает логично но при этом у тебя например нет какого-то желания выходить совершенно новую для себя сферу например там я не знаю заниматься дизайном к примеру каких-нибудь общественных пространств или строить рестораны вместе с кухнями там наверняка есть как новая своя сфера тебе где все много плюс прям с нуля изучать слушай мне дизайн как бы детально уже не интересен мне интересно вот больше дизайна вот эту систему сделал то что что рассказываю описать мне кажется гораздо более интересно практически точки зрения и вообще людям будет более полезно чем еще один дизайнер как бы кухонь или там ресторанов вот но мне наверно больше интересно применить себя уже дальше потому что создание вот этой штуки то что я рассказываю методики до познания всего она гораздо интереснее чем ресторан какой-то делать который закроет через два года ну то есть ресторана работают и закрываются в течение двух лет и все куда это зачем это да я понимаю а эту штуку можно ну то есть как система есть посмотрел просто как психологи делают и там есть ну то есть это принципе след можно некий оставить даже то есть если у тебя есть механика и технология которая помогает миллионам людей добиваться там счастье и понятно объясняет то это очень круто у меня это вдохновляет больше слушай это интересно на самом деле момент я бы как раз поговорил бы немножко про следующий раз про по какой-то глобальной мотивации мол зачем всем вообще заниматься зачем деньги нужны я вот просто терапевта недавно разговаривал я говорю что вот у меня там проблем не проблема я стараюсь все больше больше зарабатывать мне очень важно свой образ жизни поддерживать и вот и мы с ним стали разговаривать по поводу того что зачем все нужны деньги зачем работать зачем поддерживать образ жизни зачем пятый этаж губы гэр в своем доме достраивать и я прям понял что не ответов на этот вопрос нету ну то есть какие-то глобальных так вот не знаю но как еще как иначе не работает что ли то есть какое-то у меня не сформированное отношение к этому вот я хотел с тобой следующий раз об этом поговорить и я на следующий раз подготовлю тебя еще небольшую задачку с точки зрения собственного скептицизма и отходил думал по поводу обучения менторство инфобизнеса прости господи есть новые аргументы так сказать против твоей по телесной ноте я приберегу на следующий раз чтобы ты никуда от меня сбежал сейчас мне все расскажешь потом у тебя видишь мотивации нет не у не станет скажешь вот мол платье потом продолжим когда мы не делались слушай меня вот две темы хорошую да эту тему ты завел можем тоже обсудить и сделать по скептицизм принципе тоже интересно поработать и второе что я же сейчас делаю вот прямо сейчас на следующей неделе я доделаю методику с целями как раз и я думал может быть тебе дать ее описать ты и пройдешь и как раз поделишься как в обратной связи слушай звучит отлично да и мы как раз можем я почитаю пройду и мы как раз можем обсудить но тогда это убьет тот момент то что ты предлагал то есть надо решить либо скептицизм поработать можно и так и так либо методику пройти тогда эти скептизм идет ну ты должен сушить но посмотри саши не знаю как лучше скажи я бы сделал серию еще вот всеми вопросами чтобы они не пропали до права это будет ценно а потом бы я тебе дал ему бы еще раз потом как бы по итогам методики пошли бы сделали я я короче подопытный кролик для твоих психологических трюков я принц это выставишь сейчас сотни тысяч людей посмотрит это скажет если сергей попался уже на чары станислава у нас вообще никаких шансов и просто пойдут к тебе как 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 крысы за крысоловым который на дудочке играет метафора да 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 но мне я чё я честно скажу я но как бы до сих пор слегка скептически отношусь к инфобизнесменами не знает инфобизнесмен или нет ну сам в терминах надо понять что ты имеешь ввиду как ты определяешь это же термин вопрос это системная штука термин а потом будет понятно смен это человек который зарабатывает на обучение других больше чем на той деятельности которым занимается формально ну тогда у меня вопрос а почему те критерии типа больше или меньше какая разница то есть он что от этого хуже или лучше становится нет это просто какая-то установленная годами веками позиция что работающий руками человек вроде как более престижен более крут чем тот который знаешь как вот типа есть поговорка что говорить не мешки ворочать вот мол типа инфобизнесмен про говорить окей до 2 установки сразу скажу а значит работу типа то не мешки ворочать это установка что деньги достаются тяжелым трудом это негативная установка ну то есть она мешает деньги очень легко достаются то есть кто уверен что легко достается им легко достается кто верит что очень тяжело тяжело это вот метафизика это точно ну сразу же можно понять потому что как только ты устанавливаешь на то что тебе тяжело деньги зарабатываются твой мозг думает ой мне тяжело мне лениво и так далее он ищет как бы как бы не зарабатывать а если ты думаешь это все легко и просто он другие просто темы рассматривать своей голове чтобы найти те решения ну это вот как бы так второй момент престиж ты сказал тоже интересно это стереотип ну то есть не то что я тип это ты сейчас меряешь категориям престижные или непрестижные они полезны или не полезно то есть ты свою как бы части так объясню что то что другие люди думают о какой-то теме ты этим как бы не даешь себе воспользоваться ставишь стереотипно крест на этой теме и не даешь себе туда пойти и заработать хотя хочется ну то есть хочется же хочется но как бы другие какие-то люди сказали что это как бы непрестижно ну вроде как и вроде как нет места туда идти ну вот примерно так это тоже как бы негативная тема то есть как бы с определение можно начинать моем определение инфобизнесмен то есть если вот мы говорим в корень инфа эта информация то есть некая информация и бизнес это продажа информации да и заработать на этом что такое информация то есть если мы говорим про обучение это не информация вообще информации в интернете сколько хочешь это именно внедрение то есть скорее как бы нормальный классический там больше тренинг да то есть когда человек что-то приобретает некие навыки и получает изменение трансформацию в жизни вот это то есть из определения исходит что инфобизнес это книга напечатанная а не тренинг то есть уже в определении заложена ошибка соответственно все там споры все остальное тут можно спорить до хрипоты потому что каждый будет свою линию гнуть и пытаться сказать что он сам молодец на самом деле нет никого молодцов есть просто некие понятия и там твои к ним отношениях либо используешь либо нет для себя для пользы поэтому я как бы выйти даже спорах как бы ну и смысл участвовать кто-то спорит а кто-то берет и делает вот и все совершенно интересная концепция звучит я довольно скептичный человек он звучит справедливо ну то есть я не вижу ни подвоха поэтому я две даже отбился под конец но смотрели любой скептицизм он решается задаванием вопросов и когда ты себе задаешь вопрос а кому выгодно что я так думаю допустим о каком-то понятии почему ну то есть какие люди почему вот 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 с чего я взял что именно она она так и это же тоже скептицизм то есть получается ты скептически относишься к тому к чему тебе сказали скептически относиться какие-то люди которым ты доверяешь авторитета например и это тоже навязанная история когда ты действительно скептик тот и скептик к всему тогда уже быть честен совсем это правда ну вот справедливо отбился ты отбился братец под конец тебя не ощутишь я даже не знаю как кей поймать на чем система если ты все понимаешь она как бы система все объемлемо еще и все сводится к тому что ты задаешь все вопросы и ответ либо ты живешь для себя ну то есть сходят до либо ты пытаешься соответствовать чем-то идеалом и все но в итоге как бы психологии связано когда посмотришь мою технику которые задают и как бы увидишь это все я понял но сначала мы еще немножко вопрос поговорим а потом я на себе как как врач и наш который вакцин от к виды на себе используют я твою методику в колю посмотрим что со мной станет давай потом мы нас или потом после этого какие-то почитаем чтобы созвонимся и ты скажу суши я школу копирайтинг открыл наверное то скажу работал на можно да кстати тоже можно говорить мне были такие идеи вот как раз я с тобой проконсультируюсь так сказать на публику надеюсь нашим зрителям тоже будет полезно спасибо да спасибо здорово было очень рад приветствую пообщаться я взаим видишь и да вот еще увидимся спасибо спасибо что послушать друзья друзья пока всем пока